У меня история стандартная, я заболел на фоне стресса, стандартного формального питания. Был вот в руках формальной медицины 7 лет. Я прошел стандартную месолазиновую терапию. Мне испытывали определенные, опять же, месолазиновые препараты, биотерапию испытывали. И Алексей, опять же, ветеран голодания, один из тех людей, которые много курсов провели. Я убрал препараты зимой 22-го года. Я в один момент их убрал, взял, открыл бутылку вина и выпил бокал вина. И сказал, что я теперь исцелился. Формагические компании написали учебники, им надо продавать эти препараты. А этим гастроэнтерологам нужно постоянно пациентам. Сейчас я живу полноценной нормальной жизнью. Это физически, эмоционально тоже хорошо, потому что я убрал стрессы. У меня, на удивление, поменялась, вообще говоря, парадигма и исцеления, и жизни вообще. Друзья, всех приветствую. В эфире, как всегда, наша любимая передача «Нет в языка», в которой мы рассказываем про здоровье кишечника, про выздоровление от язвенного колита, от болезни крона. Сегодня у нас 28 февраля, тоже легендарный день, потому что мы встретились с героем, одним из первых героев нашего такого формата интервью, Алексеем. Привет. Алексей, вот пока еще мы не раскручиваем нашу основную тему. Поделись, как ты себя сейчас чувствуешь? Вот в таком формате. В формате живого общения? Студия живого общения, да, встреча. Ну, интернет-то здорово, но вживую это совершенно по-другому. Ну, вот поэтому это интереснее и живее. Я даже не знаю, лучше сказать, наверное, будет неправильно, это живее. И, соответственно, это приятнее лично мне. Отлично. То есть энергетика, вот мы с Алексеем уже успели немножко пообщаться в комнате ожидания. Энергетика прям у нас друг с другом синергирует, да? Или как это сказать? Совпадает. Ну, да. То есть это проявляется в приятном диалоге, интересном. Так что только позитив, позитивные эмоции. Да, и как раз вот расскажу немножко про Алексея. Можно сказать, что Алексей человек такой из народа, я поясню дальше, такой ветеран вообще движения. Движения как раз нет в языке, которое говорит все-таки не о том, что нужно принимать всю жизнь таблетки, правильно же? А о том, что можно быть здоровым человеком. Первый раз, кстати, Алексей, мы с тобой списались в ВКонтакте. Я написал. Да. Помнишь, когда? Так, не буду врать, нет. Быстрый ответ. В апреле 21-го года. То есть это у нас уже почти три года прошло, как мы с тобой знакомы. Апрель 21-го. И первое наше интервью как раз, то есть мы с тобой, по сути, заложили вот формат такой, формат именно общения. Он у нас состоялся, видео вышло в январе 22-го года. Вот, то есть два года прошло. Многие тебя не знают сейчас. Вот. То есть многие знают, кто уже и вылечился, и ушел. Ты читал комментарии явно после первого нашего интервью, и после второго мы это все обсуждали с тобой тоже. И поэтому, в принципе, они состоялись. Вторая, третья часть, правильно? То есть до настоящего момента, до этого видео мы с Алексеем уже три раза общались. Было три интервью. Вот. Но с того момента было, может быть, 500 подписчиков тогда, в тот момент. Да, примерно вот так. Сейчас почти вот там к пяти тысячам подбирается. Поэтому я предлагаю тебе рассказать в целом, вот, может быть, такими, знаешь, этапами пройти свою историю, вот, про себя, кто, почему, почему мы здесь с тобой сейчас общаемся, да, и по ходу уже будем более детально что-то разбирать. А что касается ветерана, вот, я не знаю, сказал, нет, ты вот мне просто написал. Да. По, твое, твое сообщение ко мне было адекватным, доброжелательным, вот, и, соответственно, я тебе ответил, у нас завязался диалог, правильно, все, я тебя, по сути, мы с тобой вот не работали в каком-то, там, формате консультации. То есть ты шел путем своим, просто применяя те материалы, на которые, может быть, тебя направил, вот так, где-то подсказал что-то. Ну, да. Ты вот тот человек, который проходил этот путь самостоятельно, можно сказать, вот так, поэтому я сказал, человек такой вот из народа, получается, и ветеран, потому что у тебя очень большой опыт, в принципе, вот, выздоровление, скажем, путь у тебя очень интересный. Вот, интервью у нас много записано, целый плодист посвящен Алексею. Вот поэтому даю тебе слово уже. Ну, у меня такая мысль есть, что уже от премудрости Алексея Татарникова, возможно, кто-то устал, но моя цель... Кто-то устал, а кто-то еще не получил ее. А кто-то не получил, но моя цель, это после всего того, что я узнал и прошел, это, наверное, все-таки, чтобы, так как очень много людей болеет, чтобы они, в общем-то, были здоровы. Вот это моя цель, вот, и это мой мотив, значит, кто я такой? Я заболел ВЗК-шкой, конкретно, всего лишь средней степени тяжести в начале 15-го года, вот, диагноз мне поставили летом 15-го года. На тот момент тебе было... Так, если это 15-й год, ну, это 30... Господи, 11 плюс... Нет, не 11, 21 плюс... 36 лет, получается. Вот, и, в принципе, чего? У меня история стандартная, я заболел на фоне стресса, на фоне стандартного формального питания, вот, и был вот в руках формальной медицины 7 лет. То есть я прошел стандартную месолазиновую терапию, на мне испытывали определенные, опять же, месолазиновые препараты, биотерапию испытывали. Все ступени, по сути, тоже... Ну, не все, видишь, у меня же нет тяжелого, такой, тотального поражения. Нет, ну, ступени-то прошел все, то есть ступени-то вот как раз проявляются в месолазины, в биологии... У меня не было резекции толстой кишки, у меня не было... А, ну, в этом вообще... И у меня не было гормональной терапии. Перескочил через нее на биологию сразу. Да, да. Вот, и вот и все. И, в общем-то, после этого я сидел на этих лекарствах, вот, и потом я стал... Все-таки я в какой-то момент я сдался, ну, в какой-то момент, ну, относительно сдался, потому что, может быть, не было сил. Я все время думал, за что мне и так далее, но я еще не понимал, куда двигаться. Вот, и потом я начал, мне попалась книга про голодание, вот, и, в принципе, это было все равно отправной точкой. Вот, и после этого я много, там, и голодал по-разному, и начал читать, и разбирать, и что-то пробовать, пытаться менять, общаться с людьми, с разными, вот, с романом. И, в итоге, это все, слава богу, закончилось хорошим концом, в общем-то. И, вот, я в этой студии с романом вживую, ну, вот. Да, можно чуть-чуть подразобрать, да, на этапы некоторые, вот. Сначала у Алексея, получается, была, ну, стандартная медикаментозная терапия, медикамент. Сначала была видеоклоноскопия с биопсией. С этого все начинается обычно. Как Алексей отмечал в прошлых интервью, был, можно сказать, в экспериментах, да, своего рода. То есть, врач, который Алексея вел, есть такая история, мы не будем в него углубляться, но проверяют на людях, получается, вот эти биопрепараты. И долгое время Алексей был как раз вот в этом режиме. В дальнейшем у нас голодание. И Алексей, опять же, ветеран голодания, один из тех людей, которые много курсов провели в попытках. Была ли Алексея эта попытка найти волшебную таблетку? Это скорее было такое истовое стремление вылечиться, исцелиться, потому что все равно в голове крутилось, да за что мне, ну, как, ну, жить-то дискомфортно. И это просто была попытка за попыткой, отчаянно что-то понять, сделать. Вот такая была история. Какие у тебя были курсы самые продолжительные? 21 день это был... Это был октябрь или ноябрь, ноябрь, мне кажется, 2020 года. Вот, это был 21 день воды. А перед этим, прямо перед ним, у меня был 6-дневный курс строгого, сухого голодания. Вот. То есть я тогда отголодал первый раз вообще 14 дней летом 2020 года. Это мне было хорошо сразу. Это было летом, мне это зашло хорошо. Я стал себя чувствовать намного лучше. Но так как не было знаний по питанию, так как не было понимания, как, таких понятий, как реабилитация, восстановление, это все пошло немножко не в ту сторону, и, соответственно, вот эти голодания продолжились. То есть такой большой, большой этап, по сути, вот медикаментозный плюс голодание. Они, можно сказать, пересекаются, да, между собой? На фоне медикаментозной были голодания. Они, да, пересекаются, там был истерический, значит, выкид всех месолазинов на помойку, вот, как раз перед первым голоданием. Ну, это ни к чему хорошему не привело, ну, если объективно. Их пришлось свернуть? Да. Месолазины? Да. Потом следующий этап, как раз, наверное, наше знакомство? Да. Так можно обозначить? Да. Знакомство, и как здесь, Алексей, ты сам вот помнишь как раз? Вот, наш смысл, все по-простому, вот так рассказывать, как ты помнишь твою историю, для себя даже воспроизвести, вот, посмотреть на нее со стороны, это же интересно. Ну, мы познакомились, записались. Вот рассказали твою историю, да, как раз? Да, да, мы познакомились, записались, вот, вышло видео, которое в 22-м году вышло, вот, но на тот момент, я все, ну, опять же, в сравнении с нынешним моментом, у меня не было, ну, скажем так, сейчас я больше понимаю, чем тогда, вот. В чем больше всего, понимаете? Больше всего, ну, просто, опять же, забегая вперед, у меня, на удивление, поменялась, вообще говоря, парадигма. А, в целом, и исцеление, и жизнь вообще, в общем-то. То есть, ВЗК это тоже такая отправная точка, можно сказать, для более глобальных изменений, не просто кишки болят, условно. Ну, вообще говоря, да, если сказать еще более общую, ну, скорби нам попускаются, ну, не просто так, в целом, кто-то говорит, что это диалог, там, ну, хорошо, с Богом, или там, как ни назови, вот, и любые скорби вообще, ну, и ВЗК в частности, вот, поэтому, ну, опять же, я знаю удивительные истории людей, которые имеют ВЗК тяжелые формы, которые, ну, специально, вот, они ничего не понимают в питании, но они специально знают, вот, поемка капусты, например, свежие, ну, я не знаю, там будет плохо, они едят. То есть, ну, в основном, то, что я вижу, ВЗК-шка делает людей намного лучше. Это хорошая, это положительная сторона тех, кто решает, решает выйти из этого состояния, соответственно, человеку нужно измениться, правильно? Безусловно. И для этого, ну, немало сделать надо, в общем-то. Да, да, да. Так, хорошо, значит, мы познакомились, начался этап обретения новых знаний, можно так его назвать? Можно, да, это так. То есть, я стал читать, смотреть, проверять, пробовать, познакомился с, ну, лекциями Никиты Харлова и с Константина Монастырского, вот, и стал смотреть, проверять, да, и я убрал препараты сразу же. Вот это тоже такая контрольная точка, можно сказать. Да, я убрал препараты зимой 21-го, господи, 22-го года, да, причем я это сделал, мы с тобой поговорили, и я такой, да, да, я буду плавно их убирать. Ну, когда ты сидишь просто постоянно, ну, годами на них, ты, ну, я в один момент их убрал, вот, взял, открыл бутылку вина, вот, и я выпил бокал вина, вот, и сказал, что я теперь исцелился. А я очень хорошо запомнил сообщение от тебя. Ты помнишь его тоже? Да, я, ну, я дословно, может быть, не воспроизведу, но там был пропадающий снег, как я иду, и вот он падает, и я вот понимаю, что я здоров. Это было круто. Это запоминается, когда такие человек переживает такие состояния, интенсивные, да, интенсивные. Эмоциональные, ну, так же я помню, например, как мне поставили диагноз прижизненный, и когда меня врач похлопал после колоноскопии, я ее делал с деприваном, вот, и, ну, ты попал. Тут же появилась тетенька из протокола, ой, все, вот, но этот солнечный летний июньский день я тоже запомнил, так же, как и день, когда я сказал, я исцелился. Так, отлично, вот, значит, этап отмены препаратов, новые знания по питанию, новые знания включаю. Потом, Алексей, какой может другой выделить этап? Потом я просто жил, потом я просто жил, и у меня все было хорошо. То есть, получается, 22-й год, 23-й год, а про то, что было нехорошо, будем рассказывать? Наверное, будем тоже. Да, конечно. И это как раз, знаешь, вот вопрос идеальности, да? То есть, мы понимаем, что могут быть, как мы это сейчас назовем правильно, то есть, на пути вот выздоровления, он не всегда вот идеальный, так вот так, скажем. У каждого свой путь к здоровью. У каждого вообще, да, свой путь, это первый пункт, и он не всегда идеальный. Вот взяли ему, там, допустим, таблетки выбросили, как у Алексея были попытки уже, да, когда еще голодание были всякие, раз, не получилось. Ну, это не значит, что не получится дальше. Потом вот с Алексеем происходят другие изменения. Раз, что-то уже новые знания приобретаются, новый этап получается. Так же здесь. То есть, раз случилось какое-то ухудшение, да, скажем, обострение, как его назвать правильно? Как тебе хочется его назвать? Ну, у меня даже не ухудшение, а обострение. У меня, в общем-то, вот совсем недавно, осенью 23-го года, на удивление, все вернулось. Это как бы ужасно это ни звучало. Вот это все вернулось, как его можно описать так? Чем оно охарактеризовалось? И как оно вообще, почему, да, какие были предшественники? А охарактеризовалось оно очень просто. Вот те, кто ВЗК-шку имеет, они знают, что такое все эти истории с туалетами, со слизями, то есть с метеоризмами, вот это все я, там, веселые ночи и так далее. Я это все прошел, то есть на удивление. Хотя, казалось бы, мы записывали интервью, и я, там, пых, ну, как-то, человек пыщет здоровьем, да, такое урожение. Вот, ну, все было хорошо, вот, но вот все, что-то пошло не так. Что пошло не так, то есть все пришло к обострению или к возвращению, грубо говоря, на круги своя. Вот, как было дело? Да, как ты его, почему и как ты вас встретил? Ну, все, мы записывали интервью с тобой весной 23-го года. Наверное, весна, весна, может быть, даже тоже зима, что-то. Или около зимы. Переход зимы, весны, ну да. Что-то такое. То есть все было нормально. Воказат примерно. Да, и получилось так, что где-то с весны 23-го года у меня пошло такой очень большой объем работы. У меня пошел большой объем всяких бытовых дел, там, ну, например, там, ремонт, да, всегда к деньгам, и когда у тебя, ну, реально много забот всяких. Вот, и у меня к этим двум вещам еще появилось два стрессовых фона. То есть один, это вино, я его никогда не убирал. В принципе, когда я перестал пить таблетки, я его пил. Замечательно. И, в принципе, оно не давало, видимо, каких-то проблем. Но мы же знаем, что это все равно. Алкоголь по определению дает провоспалительный фон. Вот, это одна история. Я на это не обращал внимания. Вот, дальше, и второй у меня, в общем, был определенный сильный конфликтный фон именно по работе. Да, я вот работаю, я обычный смертный. Вот, и это, пожалуй, было один из таких вот важных моментов, таких определяющих. Ты считаешь, что это было более сильная составляющая, да, психо-национальная? Да, потому что, допустим, когда мы с тобой общались в 22-м году, вот, и шел разговор про питание, вот, я действительно понял, посмотрел связь, насколько я не понимал ситуацию. И до сих пор я ее изучаю, то есть основное я понял. Все нормально, все работает классно, питание важно, но это должно быть ансамбль. То есть психофизика. Физика, с физикой мы разобрались, а с психикой не до конца. Вот, и, в общем, я не понимал вот этих всех стрессов. То есть я умел вроде с ними бороться, но тут еще есть момент такой, что когда ты... У любого человека есть свой объем стресса, который он может пропустить. Вот, то есть, и, ну, вот я умею в определенной мере работать со стрессами, но, как бы, тот, видимо, объем стресса, который ко мне пришел в жизни... Привалил. Да, он оказался... И интересно, как я заболел опять, ну, это, как бы, не заболел, а вот опять вернулся в обострящую стадию, да, разрушил свой кишечник опять, который я сейчас опять построил с осени. Вот, это было очень интересно, потому что первое мое, как бы, вот это вот обострение или вот это вот плохое состояние, оно явилось тоже на стрессовом фоне. Я вот просто сейчас... Это все просто математика. Это был стресс, связанный с лично... Ну, какие-то особенности в личной жизни. Вот, там, с девушкой у нас там клеилось, не клеилось, неважно, кто там прав, не виноват. Вот, и я что-то не то поел. Ничего-то не то поел, а поел химических сладостей. Ты помнишь объемы? Ну, просто вот даже интересно. Ну, вот эти укульки детские, которые продают, ну, детям подарки дают, ну, не знаю, может, там, не знаю, полкилограмма сладости я съел там. Ну, то есть это тоже там не одна конфетка. Это не одна конфета, вот, и потом бах, все, то есть и здравствуй кошмар. То есть опять в одном месте все вот так встретилось, скажем. Сошелся стресс, и питание было именно триггером. Вот это вот вброс химических сладостей. А сейчас произошло ровно то же самое. Но стресса было еще намного больше, несмотря на то, что я там закаленный человек и знаю, как работать со стрессами. Ну, да. И случилось так, что получился был двойной фон стрессовый. Далее был еще и большая нагрузка просто по жизни. То есть это тоже силы. Силы, которых не хватает, чтобы уже со стрессом работать. Вот. И хоть даже ты в питании разбираешься, у тебя еще... И я поехал поесть к своим друзьям. Я поел там хорошо того, чего не надо. Ну, они просто думают, что в еде разбираются, вот. И они там, ну, не знаю, баклажаны едят в огромных количествах, вот. Ну, соответственно, это клетчатка. Соответственно, все. Меня первый раз, даже я поразился, я увидел кровь. То есть, ну, схема одна и та же. Классика. Это был сентябрь 23-го года. Вот. И после этого я такой понял, что я чего-то недопонял. Вот. И я начал разбираться. У меня много записей, дневники. И я стал пересматривать твои роман-ролики Никиты Харлова, перечитывать книги, смотреть, что-то новое открывать. И, соответственно, получилось так, что с сентября по декабрь, то есть, получается, осень, ну, два с половиной месяца, ну, грубо говоря, три месяца, мне пришлось переосмыслить, перестроить опять свой кишечник и опять выйти из того состояния плохого. А уже опять нормально, потому что я сижу, я таблетки не пью. Вот. Пьёшь сок? Да. Я пью сок, и у меня всё хорошо, на самом деле. Так попить, наверное, можно, да? Конечно. Значит, Алексей, вот это такой, знаешь, мощный этап. Мощный этап достаточно. Я в плане... Значимый, значимый этап, вот так скажем. То есть, мы с тобой записали то интервью, крайнее. И это, получается, картинка не до конца уже была бы. Да. Если бы мы вот сейчас тобой... Кстати, очень удивительно, вот ты рассказываешь, я тебя слушаю, и вот сколько мы с тобой писали, это всё было как-то через экран. Просто вот сейчас в разный момент вот эта мысль пришла как-то. Удивительно вот так может быть. с человеком раз общаешься там на большом расстоянии, там один в Барнауле, другой где-нибудь в Питере. А сейчас вот раз сидим за одним столом. Значит, значимый этап очень. Как для Алексея, в первую очередь, новые переосмысления были. Про них мы сейчас поговорим, правильно же? И для вас, друзья, тоже это, я считаю, важная мысль. Вот у меня по ходу твоего рассказа рождается такое желание сказать следующее. Во-первых, нет каких-то гарантий, правильно? По жизни, в принципе. Мне кажется, это мощная такая вот мысль, которую нужно себе на подкорку заложить всё-таки. Заложить и сказать, что любая болезнь, во-первых, в этом месте, если ты уже приплыл и заболел, это твоё слабое место. Сломал ногу, она уже будет болеть, даже если зарастёт. Связки порвал, они уже будут болеть. Кишечник разбил, это будет твоё слабое место. И это, вот как ты сказал, перефразирую, это может вернуться. Вот я в свою новую парадигму, я её переработал, я это всё вписал. Всё может вернуться. Вот это надо иметь в виду. Я об этом в последнем интервью говорил, что, ну, имейте в виду, но сейчас вот я это, как говорится, извиняюсь в натуре, это всё прошёл. Да, про гарантии сказали, да. И мы видим тоже вот такое чёткое понимание, что всё-таки как наша жизнь в целом, так и процесс лечения, он многокомпонентный, то есть комплекс опять же. Да, всё должно быть в комплексе, ансамблем, единым. Да, пазлы должны быть все сложены. Если мы говорим про здоровье кишечника, мы должны говорить и про питание, и про психосоматические вопросы. Про жизнь вообще, какой жизни живёт человек. Да, да. То есть не думать, что так вот, там, я заболел, мне нужно выпить таблетку, и всё будет классно. Да, и много надо трудиться для этого, потому что то, что ты применяешь, тебе желательно ещё понять, потому что тебе с этим всю жизнь жить. Или я там посижу на диете месяц, два, три, шесть даже, и всё тоже пройдёт. Не прокатит. Или я поголодаю, там, как Алексей, там, 7 курсов, например. У меня 15 уже, кстати. Уже 15. Вот проголодаю, это уже отдельная тема вообще. Ну, 7 я упорывался, голодал просто, чтобы лечиться. Там по хардкору было. Да, дальше я просто уже сам хотел это делать, я уже другие свои вопросы решал этим инструментом. Ну, это без гордости, просто, ну, ты сказал, всё равно. Это факт, это факт, да. Вот, поэтому, друзья, вот здесь нужно поймать вот эту мысль, которую мы хотим с Алексеем донести как раз. И вот эта история, сегодняшняя запись интервью, она показывает, что не всё может быть, как я сказал, идеально, и в динамике есть вот такие изменения. И в целом наша жизнь, она представляет из себя такую динамическую составляющую, правильно? То есть человек пытается, может быть, выйти в какой-то абсолют счастье, вот думать, что вот так, вот сейчас я там раз, и что-нибудь перееду куда-нибудь, или куплю себе там что-нибудь. Всё поменяется. Да, или там вот сейчас, вот был бы у меня здоровый кишечник, вот всё бы, да, всё. Но мы должны помнить, что мы каждый день находимся в зоне риска, в принципе, вообще. Любого. Вообще, да, то есть люди могут настолько зациклиться на кишечнике, но у них вот это, Алексей сейчас расскажет про свой парадигму, мне тоже интересно, как это всё будет выглядеть. Но зациклившись, допустим, на кишечнике, я так вот утрированно просто скажу какой-нибудь пример. Человеком может там машина сбить, допустим, просто, да, вот, а он думает, что вот всё. Или там в погоне за там суперздоровым кишечником он там себя перенапряжёт как-нибудь. Я просто фантазирую, там, глаза себе посадят, допустим. Или поджелудочную, например. Да, вообще, вот всё, что угодно, то есть, да. То есть не нужно циклиться, моё пожелание. Да, Алексей, вот я немножко прервал. Так, а мы говорили о чём? Мы говорили о... Так вот, ты за это время... Останавливался, да, ты вот это время, получается. Да, и вот с сентября, получается, что я сделал. То есть, ну, да, я знал про голодание, там уже более-менее с этим разбирался, вот, но я всё это переосмысливал. Вот, и я попробовал два новых способа для себя. То есть я ещё раз, ну, не ещё раз, а я познакомился с трудами Натальи Макбрайт. Вот. Кто не знает, это основоположница ГАБС-диет. Да. Прекрасная вещь. Вот. Я ознакомился, пожалел, что раньше это не сделал с функциональным питанием Константина Монастырского. Пришло время. Да. Вот, ну, это как-то, говорится, жизнь застает, ещё не так, раскорячишься. Вот. И, соответственно, я стал это применять. Там много фармы в этих методах есть. Вот. И где-то месяца два я экспериментировал с этим, и с питанием экспериментировал, и с этими подходами, двумя, которые у меня не взлетели, на самом деле. Ну, я... Ну, так и есть, короче, они не взлетели. И это меня привело к тому, не к унынию, мне надо было переосознать вообще, что произошло, раз, и что с этим делать, два. Вот. И получается, какая история, что в целом 7 лет, и когда я резко убрал препараты, даже поняв немалую часть по питанию, у меня вырос кишечник, но... Эта парадигма все равно была некорректной. Почему? Первое. Все это история может вернуться. Это факт. Она у меня вернулась. Второе. Недооцененный стресс. Это важно. Вот. Третье. Все равно, когда ты приплыл к ВЗК, вот, то у тебя все равно должны быть такие понятия в голове, как реабилитация, и восстановление, и дальнейшая твоя жизнь. Вот. И еще у тебя должен быть такой в твоей парадигме момент, что ты должен знать, как туда не провалиться. Потому что, ну, чуть-чуть восстановиться, это намного легче, чем реабилитироваться. Вот. Даже опытным людям. Ну, я опытный человек, но как-то мне это стоило каких-то месяцев. Вот. Сейчас бы, конечно, я это... Ну, давай так. В сентябре у меня это все началось. Потом... Ну, это была средняя тяжесть. Вот. Потом... Ну, если, Алексей, чтобы... У всех разное, да, тоже понимание. Сколько там раз это могло быть в день походов? Насколько они были там... Слушай, я вообще скажу, прям, как вообще как было. У меня был только один очень плохой день. Вот один день, точнее, ночь. Вот. И то это было в силу экспериментов. Потому что опыт большой, есть определенные знания, я это все более-менее быстро купировал. Вот. Но, как бы, все эти методы, которые написаны в книгах, это все здорово, но их надо уметь применять. И нужны опытные, на самом деле, люди или наставники, которые это уже умеют делать. Потому что, ну, вот я применил, у меня... Ну, я много узнал. Вот. Но у меня они не взлетели. Именно как восстанавливающие, как реабилитирующие. Но, допустим, я эти методы частично использую уже в своей. Можешь сказать, ну, не уникальные, но вот той подходящей... Ну, все-таки уникально для тебя. Да, модель, которая мне подходит. Именно приведение себя в порядок. То есть сейчас я понимаю, что я могу, наверное, прийти... Ну, и я уже туда не провалюсь, скорее всего. Потому что раньше в моей парадигме не было... То есть зима 22-го года. Все, у меня нет лекарств. Ко мне никогда ничего не вернется. Стресс, а это... Ну, так. Вот. И это все... Я тебя, извините, перебью. Тебе, мне кажется, нужно было почувствовать вот это, как ты сам говоришь, освобождение. Да. Освобождение нужно. Попить вина хорошо. Да, да, да. По питанию, по... Вот, по вино попить, как ты говоришь. Пришло время, когда такой значимый... Значимая часть вот этой информации, этих знаний новых, оно к тебе вот пришло сейчас. Да. И мне еще бонусом пришло... Я не... Ну, в силу стрессов. То есть я, опять же, недооценивал стресс. И в силу вот этой всей ситуации, которая выстрелила опять в языка, казалось бы, со мной. Я же записал три интервью. Я такой весь здоровый человек. Вот. Но благодаря этому, первое, я поменял свою парадигму полностью. Именно парадигму и жизни, и реабилитации, и восстановления кишечника. И вообще, я реально еще больше узнал по питанию. То есть я стал лучше это понимать. Потому что ошибка была в чем? Что, по сути, я сидел с 7 лет на меселозинах на био. И у меня вырос кишечник. А 7 лет – это большой срок. Это большой срок. Вот. И в принципе, после 7 лет, например, если ты там какой-то, ну, страдаешь сильно, прям совсем какой-то, извиняюсь, фигней, то ты можешь, ну, бедокурить в плане еды. Вот. То есть это заметки по питанию, конкретные заметки. И еще более конкретизировал, что совсем не надо. Вот, допустим, орехи. Ну, мы можем как раз к ней так чуть перейти, да, к парадигме. Да, видишь, мы можем к ней перейти, просто я ее, к сожалению, прям совсем сейчас... А основные тоже, то, что ты помнишь прям. Я пару слов тоже скажу. Это, к слову, про уважение к Алексею и, может быть, и в целом к моему каналу тоже в какой-то степени. Потому что я про это рассказываю периодически, что есть заложники парадигм. Такое понятие. То есть человек мог когда-то написать какую-то книгу, рассказать про какую-то идею. Я про все вообще даже не подумал сначала. И эта идея, она становится как такой, знаешь, все, вот образец и все, никуда вправо-влево. И если бы мы сейчас, вот как Алексей говорит, записали три интервью, Алексей весь здоровый, и та парадигма, которая есть, недополнена новыми знаниями, она не является как раз суперправильной. И так вот люди, многие как раз ошибаются с тем, что они столкнулись с какой-то информацией. Ага, вот так и так тут автор пишет, допустим, вегетарианство. Вегетарианство — это классно. Вот мне рассказывал историю человек, который сидел там десятки лет, тоже там около десяти лет, и он читал какую-то книгу каких-то... Я не помню вот авторов вообще, потому что в теме вегетарианства... Брэк, наверное. Не-не-не-не, там семейная пара, по-моему, была. И она, знаешь, выделялась тем, что они признали свою некомпетентность в этом вопросе. — О, господи. — Да, и для них это стоило как раз очень большого. Это дорого для них обошлось. — У меня есть такие знакомые. Они живут в этой парадигме, они уже стали болеть тоже. Они потихоньку стали опять есть животные, жиры, потому что им плохо стало. — Ну, это как пример. Просто я вспомнил, что, допустим, вот такая книга по вегетарианству. И люди могут нести какую-то идею, как... То есть уже идея, она с ними опосредована. Вот человек рассказывает про вегетарианство, и его смотрят только потому, что он про вегетарианство рассказывает. Например, вот так. Если он переобуется, да, вот, скажем так, в кавычках, то скажут, слушай, ты что-то рассказывал про вегетарианство, а теперь рассказываешь там про мясо, что-то ты... Иди ты, вот, не будем тебя смотреть. — В руничках. — Да, будем смотреть про популярных людей, которые вот... Соответственно, мы эволюционируем, безусловно. — Жизнь бы отключен. Да, мы, как уже сказали, динамическая система, в принципе, наш организм, наша психика. Мы получаем новые какие-то вот опыты, знания, и мы ими вот как раз и делимся. И что-то старое, что уже сейчас не работает, мы можем от этого и отказаться, сказать, что где-то мы ошибались, правильно же? Вот даже если посмотреть первое интервью с Алексеем, я помню, как Алексей рассказывал про каши, по-моему, если я не ошибаюсь, опять же. — Про всё просказывал, да. — Да, то есть питание было абсолютно не таким, которое потом Алексей уже, потом другой Алексей говорит, у меня мясо, там, жиры. Вот. И то есть человек не боится это рассказать, что вот я думал так, а теперь так. Что, может быть, я ошибался. Вот в этом, я говорю, уважение к тебе с этой точки зрения. Да. И в том, что, да, было ухудшение, и теперь вот ты пришёл к новой уже системе. Как Алексею можно описать? Как ты вот сейчас помнишь? Вообще, кстати, она всё это вроде как в телефоне даже можно сейчас сидеть и подглядывать. Но ещё раз, то есть я выделил такие этапы, как, когда тебе совсем плохо, реабилитация. Это восстановление, то есть как это я конкретно буду делать. И это заметки по питанию. Их там, не знаю, штук 20, наверное, этих заметок. И вот всё в совокупности, парадигмы, там, не знаю, пунктов 9 у меня, они меня сделали более, скажем так, гибким и сильным. То есть я теперь понимаю, что может, ну, я уже это просто говорил до этого, это вот основные пункты, что болезнь может вернуться, расстройство кишечника, что, ну, не надо отказываться от фармы, её надо применять просто правильно. Но ты не применяешь её, к слову. Сейчас нет. Сейчас нет. И с того момента ты её не добавлял же, правильно? Или был период какой-то? Вот как раз, когда меня прижало, я всё-таки решил не рисковать и оставить, это как у альпинистов есть страховочный трос. То есть я её применял в мисалазине по 2,4 грамма, по 1,2, ну так, да. Ну, период какой-то реабилитации. Да, это именно реабилитация, да. Так. Вот. И вот, то есть вот это вот всё, то, что со мной произошло опять, я то, что опять более-менее сейчас восстановился, ну, сейчас ещё надо, чтобы это всё дозаросло и так далее, но я живу нормальной жизнью, то есть всё опять. Оно, во-первых, поменяло мою парадигму, а во-вторых, это я ещё раз увидел изъяны в себе, потому что, скажешь так, мне жизнь показала меня же со стороны, в виде, допустим, других людей, да, вот я говорил про стресс и так далее. Я понял, что это такой урок просто, что я посмотрел на себя со стороны, и надо, в общем-то, там, ну, с собой работать, потому что, ну, я посмотрел на этих людей, я понимаю, что, ну, до них не достучишься, но я же могу до себя достучаться. Вот, и вот эти вот конфликтные какие-то ситуации, они мне показали меня со стороны, и я увидел себя, и многое переосмыслил, так что это такой хэппи-энд очередной. Чем можешь поделиться вот пересмыслениями какими-то в плане стресса, например? Ну, стресс, он крайне важен, то есть он даёт в целом благоприятную, скажешь так, атмосферу для того, чтобы заболел чем угодно, вот, в том числе особенно в ЗК-шке, то есть она у тебя просто на раз-два раскрывается, даже если у тебя устойчивый кишечный, хороший микробиом, всё такое, ну, давайте так, у меня это всё длилось месяцами. Ну, хронически стрессом и что-то, да? Да, то есть тут вещь-то посерьёзная, на самом деле, такая более-менее системная, то есть когда, опять же, на меня не похоже, у меня обычно жизнь радостная в целом, вот, но вот именно где-то с весны 23-го года или с начала лета и по как раз вот осень 23-го, это несколько месяцев, и это вот интенсивный стресс такой каждодневный, вот, и это плюс употребление вина, алкоголя, это разные просто типы стрессов, это вот такой провоспалительный фон, это токсический стресс, плюс ещё там какие-то жизненные, там есть, есть, допустим, стресс ещё и позитивный, но это тоже стресс, то есть тоже нагрузка, вот, и в целом, ну, это, если не решающий фактор, то крайне благоприятствует для того, чтобы у тебя что-то выстрелило. — Какие, Алексей, ты нашёл для себя, вот, может быть, пути работы с ним, новые, если нашёл? — Ну, основной путь, который у меня был, это зеркаливание стресса, это просто психотехники, набор психотехники, которая работает, это у меня уже как подкорки, я умею это делать. — Ты сам это делаешь? — Я и до этого, да, я и до этого это делал, без специалиста, ну, просто я умею посмотреть на себя с стороны, выйти с круга и так далее, вот. Но вот сейчас я понял, что если есть какая-то фарма, которая тебе может помочь точечно здесь и сейчас, её можно применить. — В плане, ты имеешь в виду тоже психо каких-то моментов? — Именно работу со стрессом, да. — Да, понял, да. — Ну, стандартно, если есть стресс, если есть возможность его убрать, его лучше убрать. То есть потому что, допустим, даже если ты обладаешь какой-то психотехникой работы со стрессом, ты умеешь с ними их убирать, работать, просто его может быть слишком много. Какой бы ты ни был там искусный психотехник, всё равно он будет превалировать. Если это длится месяцами, то в таких случаях не совершайте ошибок, просто уберите стресс. Потом дороже будет исправлять. Вообще способов много. Это кроме фармы же и психики, есть и физика, спорт, любые другие активности. То есть это как бы секрета нет, тут надо подобрать, что тебе лучше подходит. Гимнастирование. — Да. То есть как я вижу сейчас новую парадигму, на которую добавилась, наслоилась важность стресса и важность работы с ним здесь и сейчас. — Здесь и сейчас? — Да. — Больше, наверное, наблюдений какого-то, диагностики того, в каком я состоянии нахожусь, в каких я обстоятельствах, насколько много сейчас стресса, могу ли я сам с ним справиться, или мне нужна какая-то помощь извне, скажем так. — Да, если ты хочешь быть здоров, то стресс ты должен убрать. Так же, как и алкоголь. Ну и это уже питание другая часть, но так или иначе. — Ну тогда можно как раз про питание сказать. Какие, Алексей, новые тоже знания ты получил и применил их, если таковые являются? — Сильно я прямо сейчас не вспомню, но, допустим, вот с орехами я, честно говоря, сейчас, по крайней мере, немножко распрощался. То есть орехи для меня сейчас это скорее как такое, как приправа. То есть я их раньше, как раньше, не стал бы есть. То есть все-таки я пришел к тому, что орехи для таких ребят, как я, это не то, что надо. То есть их можно иногда как добавка маленькая, но не больше, не то, что взял горсть орехов и поел. Даже кедровых, честно говоря. С глютеном у меня переосмысление произошло, потому что это все равно довольно большая нагрузка. Опять же, для нашей истории. Ну, с выпечкой и так далее. Я и раньше знал про сладости, но, опять же, это тоже важная история. То есть я с ними стал намного осторожнее. Я их не убрал в жизни ничего. Кстати, я убрал реально кофе. Но убрал как? То есть это не религия. То есть что мне нельзя, и все, ты будешь жить в страхе, что нельзя пить кофе. Но у моей мамы кофе-машина стоит уже наверху, на антресолях, она и не пользуется. И она это сделала без каких-то там... Вот моя машина стоит, но для гостей. То есть я ей реально дома не пользуюсь. Но я могу пойти и взять там флэт вайт или капучино, выпить его. То есть я не делаю из этого религии, но я его не пью регулярно. Это тоже вывод, я тоже понял. Вот такая вот история. В принципе, можно взять телефон и что-то там посмотреть и по парадигме, и по питанию. Ну, если... Да, почему-то нет. Давай посмотрим. Если откроется, интернет есть. Так, а где у меня тут смотрим? Я как раз пока сейчас запишу кружочек в Телеграм. А да так будет нормально. Потом, если фото, можно будет сделать. А вот я могу даже, кстати, сидеть и... Сидеть и могу сидеть и читать у меня. Да, сейчас. Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас запись идет с Алексеем. Алексей, пару слов можно сказать. Добрый день. Как минимум, поприветствовать Алену. Вот она ждала этого. Алена, я передаю тебе привет. Пересмотрел интервью с тобой. Очень интересно. Очень... Ты большая молодец. Продолжай в том же духе. Вот. Алене всем мы передаем привет. Конечно же, в Ютубе у нас выйдет уже полноценная запись. Все. Так, ну, значит, продолжаем про парадигму, правильно? Да. Ну вот. Парадигма у меня состоит... Смена парадигмы. То есть, ну, первое, я уже говорил, что няк может вернуться. Ну, у кого крону, у кого что, короче. ВЗК, короче. Да. Про фарму я тоже сказал, что запретных инструментов нет. Если надо, мисалазин принимай. То есть, ничего в этом зазорного нет. Ничего в этом страшного нет. Но мне, кстати, недавно, ко мне редко обращаются в ВКонтакте. Ну, я просто не сижу вообще в этих сетях. И мне, когда мне пишут ВКонтакте, мне не приходят упоминания. Потому что они у меня специально отключены. Я не сижу в соцсетях, короче, внимательно. Вот. Но мне написал один человек. Я ему, в общем, как раз его написал, когда я это уже все переосмыслил. Я ему... Не так давно, да, это было? Не так давно, да. Это месяц или два. Откуда-то он, то ли с севера, я не помню. Вот, не знаю. Ну, в общем, короче, я ему все скинул. То, что я осознал. Дальше. То есть, ну, про фарму мы сказали. Дальше. То есть, это не зазорно. Принимайте. Чтобы... Особенный этап реабилитации. Вот. Дальше. Вот еще раз. Суть проблемы в чем? Это разрушенный микробиом. В общем-то. Ну, то, что я опять для себя это тоже уяснил. Вот. Соответственно, мы его растим. Вот. Как и любую другую слизистую. В том числе. Дальше. Ну, опять же, я вот допускаю, что у меня в чем-то неправильный парадигма. Я не доктор. Я просто вот то, что для себя. На текущий момент как ты это все видишь. Да. Дальше. Очень важный момент именно по питанию. То есть, это мы... Я на первое место выделил, поставил стресс. Мы уже о нем говорили. Про грубую клетчатку надо сказать. То есть, это тоже важный нюанс. По сути, она у меня сейчас была триггером. Я поел баклажанчиков. Мне говорят, а что ты так мало ешь? Ну, мне так плохо было после них. Вот. Сахара. Сахара. Особенно, особенно вот эти переработанные сладости все. Ну, это мягко говоря, это очень жестокое обращение с собой. Магазинная молочка 300%. Вот. Кстати, благодаря тому, что я это самое... Сейчас опять приболел, а потом сейчас исцелился опять. Я стал квасить капусту. И я стал делать нормальную простоквашу. Из органического молока. Это важно. Это вам будет хорошее подспорье. Вот. Ну, про вино мы говорили. Выпечка и прочие глютены тут надо чувствовать. Но это надо иметь в виду однозначно. Это еще один. То есть, много факторов питания. Я это внес именно в парадигму отдельным пунктом. Вот. Про вино он тоже написал, что это все здорово. Но нам это... Ой, а что здесь вылезло? Но нам это тоже не сильно нужно. Так. Шестой пункт. Вот я с пробиотиками столкнулся, что это тоже не панацея. То есть, это такая история, что, во-первых, смотря в каком виде ты их употребляешь. То есть, природные, неприродные, сколько и так далее. Потому что, по факту, я когда экспериментировал и слушал то, что, ну, там, у того же монастырского было написано. Может, я не так применил. Но мне стало очень плохо. Вот. Про стрессом сказали, что я тут прям целый абзац написал. Ну, короче, убирайте стресс, будет плохо. Вот. Написал. И вот важный момент я понял, что нет запретных продуктов питания. Что в целом я понял, что такое сбалансированное питание. Я этого не понимал. Как ты его сейчас видишь? Может быть, сейчас не понимаю. Я вижу, что нет запретных продуктов. Можно есть все, как бы это ни звучало. Ну, кроме откровенной запрещенки. Но в целом у тебя должна быть база здоровая. Но ты не должен себя вообще ничего ограничивать. Но ты должен понять, с какого момента ты можешь так начать жить. Ну, это очень важно. Это, наверное, прямо... Да. Это у меня восьмой пункт в парадигме. То есть получается, что... Да. Да, да, да. Диета, вот так написано, диета должна быть сбалансирована. Нет запретных продуктов питания. Вот восемь пунктов в парадигме. Вот. Еще у меня не было понимания про временные рамки. Вот здесь у меня написаны временные рамки и философия. Соответственно, если мы говорим про реабилитацию, восстановление и так далее... Вот я там 7 лет, да, сидел на лекарствах. В принципе, мы понимаем, что реабилитация, в зависимости от ситуации, у меня только средняя степень расстройства, да, поражения. Ну, у кого тяжело, наверное, может дольше восстанавливаться. Но в принципе, при каких-то благоприятных ситуациях, ты можешь реабилитироваться спокойно и за месяц. В общем-то... Вот у меня это взяло месяц. Вот в этот раз. Взяло месяц. То есть я поголодал, вот. Немножко поменял питание, поигрался. В общем, более внимательно отнесся к стрессам. Вот. И все. То есть я более-менее за месяц восстановил. То есть реабилитировался. Но дальше ты должен понимать, что ты должен жить правильно и растить свой организм, свое здоровье, свой кишечник. Вот. Вот этого я не понимал. То есть... А не понимал, потому что я же жил 7 лет, у меня оно как бы само выросло. Вот и все. Вот. Да, вот суть я сказал. Заметки по снятию стресса. Ну, тут, я говорю, тут кто что гораст. Йога, медитации, ванны, фарма какая-то. Типа там, афобазолов, фенибутов. Вот фенибут, допустим, я вообще не смог купить. Мне посоветовали. Оказывается, такое наотропная серьезная история. Не надо его брать без показаний. Да. Что еще? Ну, йогой я занимался, тоже помогает. Да прогулки элементарные. То есть это все физика идет, физио. Кстати, на удивление, ароматерапия может работать. Вот. Пробовал, да, ароматерапия? Ну, мне просто нравится. У меня просто стоят эти увлажнители, у меня куча масел, а это просто дает фон. Лаванду нюхаешь, нет? Слушай, я не знаю, у меня миллион каких-то масел. Вот. И, ну, я могу накапать хвои какой-нибудь, что-то такое, и будет пахнуть. Ну, ты вот сказал, у нас даже есть специальное видео на канале. Эксперт рассказывал про аромамасла, поэтому ссылку в описании оставлю. Как один из инструментов работы со стрессом. про который Алексей говорил. Да, и теперь вот у меня тут много пунктов пропитания, но, скорее всего, это повторение матьючения. Вот я даже скажу так, вот важно было, я написал, мы тщательно жуем. Это, казалось бы, как-то просто звучит. Может быть, ты у меня посмотрел тоже, что-то вспомнил? Может быть, и у тебя посмотрел, но я и сам, как бы, я не как бы к этому тоже пришел, просто, знаешь... Ну, важный пункт такой, да? Казалось бы, он такой вот где-то здесь, но и сразу и не здесь. Да, да, да. Потом употребление молочки, что температурный режим, ну, опять же, я и у тебя смотрел, и сам это попробовал, и прошел, что ее, ну, не надо пить холодный, да, употреблять. Это важный момент. Так. Ну, тут повторение матьючения. Стараться делать напиток отдельным приемом пищи. Угу. Кофе. Понятно. Медленные углеводы, скорее, тут я написал про то, что это про сбалансированное питание, то есть не надо от них отказываться, но, опять же, надо понимать, что, ну, какие им надо есть, ну, допустим, всякие бобовые, там, еще что-то, но это совсем будет нехорошо, например. Ну, вот такая совсем клетчатка. Вот, кстати, интересный девятый пункт у меня про бульоны. Я когда про ГАПС прочитал, я стал упарывать с этими бульонами тоже в меру, потому что мы стали брать, ну, представляешь, да, органичное мясо, кости, и получились слишком наваристые бульоны. Тоже плохо. И когда только там бульоны и долгое время, ГАПС-то тоже плохо. Нюанс. Важный нюанс. Вот, поэтому, в принципе, если сидеть на том же ГАПСе, можно сделать бульон и не побояться, туда картошки не могу добавить, и морковки. То есть это такая история. Про холодцы, опять повторение матючения. Прекрасная еда, их надо проедать. Это не панацея, но это тоже работает. Так. Ну, тут опять у меня одиннадцатый пункт. Не делать сильный крен в сторону животных, белков и жиров. То есть питание должно быть сбалансировано еще раз. Вопрос фанатизма, опять же, да? Да. Про магазинную молочку выделил еще раз. Это просто... Вот, у меня написано, кроме той срок годности, которой до пяти дней. Важно, казалось бы, просто, но она реально разрушает. Прямо конкретно. Меня, по крайней мере. Ну, все стараться есть органическое по возможности. Снимаем токсинную нагрузку. Вот. И пятнадцатый пункт у меня про БАДы. Вот я уже сказал, что прям вот не надо с этим... Я накупил себе какую-то целую огромную аптечку. Вот ничем хорошим не закончилось. Это ненужная нагрузка. То есть это точечно по ситуации. Все вместе не надо. У меня сейчас, ну, что я сейчас? Я заканчиваю витамин Е, витамин Д у меня просто поддерживающая доза. И бактерии пищевые там кое-какие, которые именно для меня работают. Я пью это все, что я пью. Так. Да, пила фабазол. Вот, недавно закончил курс. У меня знакомая есть, она на ней месяцами сидит, но это перебор. Десерты я вообще... В общем, короче, мы про сладости говорили, что с ними надо быть осторожными, если уж есть, то совсем в меру. По крайней мере, для меня. Про биотики натуральные говорил. Сыров я много добавил. Я стал много... Ну, еще больше сыров есть, мне это понравилось. Козьи корови без разницы? Я беру балансы той-другой. Нашел своих... Нашел свое хозяйство с козами. Кстати, именно простокваша, именно лучше мне коровь ведет, чем козе. Мы дома делаем. Так, вот с орехами я сказал, что тун-тун-тун. Стал разгонять кишечник теплой водичкой с утра. Это, кстати, очень понравится Алене. Да, смотрите романа. Смотрите романа. Ну и вообще в целом это просто обычная физиология. И вечером кефир. Кефир, ну, опять же, курсами. Ну, отлично мне нравится. С куркумой, солью подогреть. Вот. Это все. Ну, в принципе, дальше у меня тут есть реабилитация, восстановление кишечника. Как я это конкретно делаю. Но про это можно долго говорить. Вот у меня есть еще такой пункт превентивного. План превентивного ухода от возможного обострения. То есть, что надо начать делать. Ну, вот здесь пару слов можно интересовать даже. А также, мы же говорили, убрать стресс. То есть, убрать источники. Убрать вот тот провоспалительный фон, который есть. Там, алкоголь. Вот. Поменять питание. То есть, ты можешь получить питание, которое совсем будет легкое. Тот же ГАПС, например. Или, допустим, просто не поесть. Тут надо посмотреть по ситуации, что тебе больше подходит. Вот. Кстати, вот такой нюанс. Я, когда экспериментировал... Кстати, я уже все и прочитал. Я, когда экспериментировал, очень важно с этими... Ну, и с Макбрайт, и с Монастырским. Короче. Промывание толстой кишки. Вот. Я прям делал бы... Я знаю, что ты это рекомендуешь в каком-то виде. То есть, допустим, 100 миллилитров. Ну, и вот сейчас... А, я понял, про что. Сейчас я вот никому бы вообще это не посоветовал. Но это мое мнение. То есть, я бы больше делал упор на снятие провоспалительных фонов и на... Именно упор на реабилитацию. Убрать стресс и так далее. Но, скажешь так, одно из промываний, даже микро, меня добило. Скажем так. А чем промывал? Слушай, а там что-то было... А... Там что-то, типа, то ли с... Что-то у Монастырского я там подсмотрел. Какая-то была такая штука. Вот. Я это сделал, и мне это вообще не помогло от слова совсем. Вот. Может быть, я там что-то не так сделал, но я все сделал по чертежу. Наверное, где-то ошибся. Ну, не знаю. Ну, да. Понятно. Интересные, конечно, да, пункты. Они прям... Тоже такая база, можно сказать. Ты что ты рассказал. И конкретно для тебя, конечно. Да, ну, вообще, ты... У тебя большая очень практика относительно меня. То есть я вообще, по правде говоря, я хотел эту парадигму с тобой обсудить. Вообще, в частном режиме. Но получается, что мы его сейчас под камерами обсуждаем. Мы еще это обсудим дальше. Да, но я хотел это обсудить, но я думаю, коль скоро я это озвучил под камеру, то, наверное, у тебя тоже будет какое-то мнение на этот отчет. Потому что именно за счет своей практики, потому что там ко мне написало, грубо говоря, два человека. У тебя таких людей, я так понимаю, намного больше. Ну, да, да. И видно уже со стороны многие потенциальные, да, какие-то ошибки, которые могут быть и так далее. Кстати, расскажи мне, пожалуйста, потом уже, если я тоже какие-то ошибки сделал в своей парадигме. Да, хорошо. Так, что еще, Алексей, я сразу хотел уточнить. Вот знаешь, что мне нравится очень? Это то, что ты вел, может быть, даже продолжаешь вести дневники свои. Кстати, да, ты очень классно напомнил, когда меня приколбасило, я стал снова вести дневники и стал больше внимания уделять себе. То есть это даже не то, что я там про болезни как-то пишу, что это болит, я сделал то-то, хотя это важно. Но это просто более, это хороший образ жизни, когда ты больше внимания можешь уделить себе. Вот, и, кстати, был такой случай, у меня, это был декабрь, что ли, и мне человек говорит, слушай, у тебя вообще 15 дней было, в октябре ты отголодал. Или нет, 10. Ну, это действительно так. А я забыл про это. То есть, во-первых, для меня это уже настолько буднично, и настолько много информации было, и настолько, ну, нехорошо мне было, что я просто буквально забыл, что я там, у меня был курс голодания, что я уже там, оказывается, за осень их там 2 или 3 провел там. И, то есть, я к тому, что... А потом, слушай, так действительно, да, я стал листать дневник, там у меня действительно все описано, я захожу на 10 дней, там такие показания, так себя чувствую, так и ухожу. То есть дневник, это вот ты очень правильно сказал, это важный нюанс, когда вот ты лечишься. Кстати, я обратился к психологу. У меня была возможность, я обратился к психологу, но это была такая штатная консультация. Она попыталась мне сказать, что, ну, посредственно, что я на негативе, у меня все белое и черное. Вот, ну, это длинный разговор. Но так или иначе, мне было интересно, что она мне предложит по работе со стрессами. Вот, и она мне рекомендовала вести дневник, где я могу записывать свои эмоции. Ну, она, мне кажется, немножко слишком у меня задурочка приняла. Может быть, может быть, я ошибаюсь. Но она сказала правильную вещь именно про дневники. Вот то, что ты сказал, когда тебе не очень хорошо, их лучше вести. Вот, допустим, когда у меня были первые 7 курсов длительного голодания, у меня очень много дневников было. Ну, там мозг работает на всю катушку. Вот, но дневник хорошая вещь. Просто тогда я их рукописно делал, а сейчас у меня на компьютере это. Ну, это сразу и про ответственность. То, что ты ведешь дневник, ты понимаешь, что ты его, скорее всего, будешь анализировать вот так, чтобы составлять парадигму какую-то. В том числе. Ну, в том числе, да, потому что это, кстати, опять же, вот то, что ты говорил про ансамбль, что, ну, во-первых, без труда не будет результата. Вот, это не наступит сразу, это ни месяца, ни два. Вот, и не три. Вот, и не пять, честно говоря. Вот, ну, как мне, в моей жизни. И, ну, есть еще ряд факторов, которые должен выполнять, да, чтобы быть здоровым. Поддержание здоровья, да? Да. Вот, Алексей, от меня такой вопрос. Ну, я для всех, думаю, будет интересен. Как ты относишься к анализам, к обследованиям, как часто ты их можешь, там, сдаешь какие-нибудь анализы? И, понятно, там, колоноскопии твои отношения. Колоноскопию, так же, как промывание толстокишки, я бы делал только по острым показаниям. Ну, то есть, практически никогда. Вот. Анализы бы я из... Ну, я бы, ну, честно говоря, я бы их никогда не делал. То есть, опять же, очень строго по показаниям. Кстати, недавно у меня произошла удивительная встреча с врачом-дерматологом. Я пришел выжигать лазером какие-то свои там штучки на туловище. Вот. И я встретил доктора из формальной медицины, которая... Это тетенька, которая, ну, реально лет 65-70. Она полностью разбирается в питании. Я был поражен. То есть, она действительно умный человек, который действительно хорошо разбирается в питании. Я это утверждаю. Вот. И все-таки она меня отправила на... Говорит, вот у вас там есть подозрение, может быть, желчный пузырь не так работает, лучше делать везде. Ну, я сделал, как мне сказали. Вот. У меня тут же нашли в печени какое-то там уплотнение. Я про него почитал. То есть, ну, в принципе, если я пошел этим путем, то я бы сейчас бы делал анализы, там, паровался с этим бы и все. Но это рассказ не про то, то есть, отвечая на вопрос к анализу, ну, опять же, я не специалист, но я их не считаю, что надо делать. Ну, в целом, только прям по каким-то показаниям. Значит, по анализам, по анализам все понятно. По промыванию, по колоноскопиям, по анализу, да. Я не ярый противник, но не надо, короче, по моему мнению. И добавки. Вот, Алексей, ты тоже сказал, что это не волшебная таблетка, скажем так. Ну, она ни разу, ее надо точно применять. Да, и те же пищевые добавки и так далее. Тут надо больше, если мы растим кишечник, думать про питание, а не про добавки. То есть, они точечно курсами могут помогать. Вот я накупил каротинов там, как там, какой-то порошок из белый, который, типа, как строительный материал. Коллаген какой-нибудь? Глютамин? Глютамин. Ну, у меня он вообще не взлетел. Может быть, я не тот купил и так далее. А у того же Монастырского в его методе это строится как красная нить. Вот, витамин С. То есть, я вот это все налепил, комплекс витаминов В. Ну, у меня это вообще не взлетело. Наверное, я не опытный человек, но я делал по схеме. Вот, и поэтому тут мой подход не надо мешать. Знаешь, про что хотелось спросить? Как ты сейчас смотришь на как раз известных гастроэнтерологов, которые... Чуть отойдем, да, от этих всяких... От моей личности, которая всем надоела уже. Нет, нет, ни в коем случае. Анализы, добавки. Вот гастроэнтерологи, которые говорят именно про всю эту фарма-историю, как ты к этому сейчас относишься, к этим комментариям людей, которые... Ну, то есть, не то, чтобы как ты именно это прямо относишься, да, отношения, может быть, любое, как бы ты хотел, может быть, своим как раз вот примером, опытом подсказать, как нужно это смотреть. То есть, мы смотрим видео какое-то, где профессор может рассказывать, что ребята там... Мы с тобой, по-моему, обсуждали пару раз. Не помню, может быть. Там какой-нибудь профессор рассказывает, что вам нужно сидеть там только на меселозинах по жизни, на биологии. Ну, они так и говорят обычно. Да, вот ты сейчас видишь это по-другому уже. Ну, я вижу это тем же самым образом, только я допускаю, что меселозины можно применять, когда нужно. То есть, допустим, реабилитация, тебе сильно плохо. Конечно, их надо применить, это просто инструмент, он поможет. Но просто так говорят гастроэнтерологи, потому что фармакические компании написали учебники, им надо продавать эти препараты, а этим гастроэнтерологам нужно постоянно пациентам. То есть, резекцию кишечника же надо сделать обязательно за тысяч, за двести, да, сколько. Ну, протокол еще плюсом. Протоколы, да. Вот, допустим, я, кстати, когда был в протоколе, они, конечно, все говорят, что это все неизлечимо, естественно. Мы тебе про это больше говорим. На меня, кстати, вот я интервью своим рассказывал с тобой, что моя врач, она на меня сильнейшее давление психологическое, да как ты можешь, да ты прям с тобой, в общем, короче, ты не будешь жить нормально. Вот. Но причина простая, на самом деле, их возят по конференциям, им нравится, они вот обсуждают, это вот я там в таком пятизвездочном отеле сидел, у меня там такой завтрак был, нас свозили в Барселону, ну и так далее еще. Это было тогда, и... Ну, вот это их просто хлеб, и они так себя ведут. Ну, им надо лечить нас до бесконечности, до, в общем, до смерти. Как и любой врач-фармаколог, в общем-то. Поэтому, как я отношусь, ну, я желаю, чтобы... Ну, чтобы эти люди, может быть, как-то... Ну, менялись, то есть, в целом. То есть, ну, им это трудно будет сделать. Потому что это их доход. Да, я к тому, что каким бы ни был человек, там, профессором, доктором наук, он, не испытав на себе, не может об этом говорить сто процентов. Истину. Конечно же нет. Это ты кашляешь, потому что на тебя врачи анафему наводят коллективную. Скорее всего. Так, Алексей, предлагаю, вопросы вот здесь несколько людей задали. Я сделал анонс нашего интервью. Вот такой вопрос от наших зрителей. Как сейчас себя чувствуешь физически, психологически? Ну, может быть, как резюме такое, да, вот в целом. Как ты себя сейчас чувствуешь физически, психологически? Физически, как человек, у которого прошла острая стадия, то есть реабилитация прошла, и сейчас я живу полноценной, нормальной жизнью. Это физически, эмоционально тоже хорошо, потому что я убрал стрессы, у меня мой разум спокоен сейчас, и я вот сейчас еще немножко пойду погреться. Вот, то есть у меня вообще все замечательно, классно. Ну, у меня вообще всегда все хорошо, но осенью было не очень, а сейчас вообще опять классно. Отлично. А стал ли ты совершенно другим человеком в плане поведения, реакции на различные ситуации? Совершенно другим не стал, но вот то, что сейчас произошло со мной, я опять же как бы немножко проапгрейдился, улучшился, потому что еще раз я увидел свои недостатки со стороны на других людях. Если бы... И вообще, как бы это ни звучало, я вообще рад, что я еще раз заболел, потому что, ну, я поменял парадигму, потому что я мог бы так жить всю жизнь, не понимая. И еще раз я вот посмотрел на себя со стороны, как не надо жить. Это важная мысль, потому что мы с тобой обсуждали, помнишь, вот в крайнем беседе, что ты сказал, я благодарен, что, в принципе, вот это случилось. Да. К слову, про то, что кто-то мог бы там схватиться за голову, сказать, да как так, да опять пришло, да снова туда-сюда, а вот Алексей взял свои дневниковые записи, пересмотрел много роликов снова. Пересмотрел, да, начал. То есть человек идет по другому пути, чем основная масса людей. То есть, видите, можно... По эффективному пути. Эффективный путь, да. Можно какое-то препятствие, какое-то ухудшение состояния повернуть себе, наоборот, в плюс и быть даже за это благодарным. Да, это мой кейс. А какие сильные стороны появились? Какие хорошие качества приобрел? Ой, да я уже старенький, чтобы какие-то качества приобретать. Наверное, пропущу вопрос, потому что... Хм, сильные качества. Не могу. Не могу сказать, вряд ли. Понял ли, для чего вообще была дана ситуация вот с ВЗК? Ну, лично мне просто повезло, потому что если бы... Ну, какой-то сверхразум мне ее послал, и если бы я не заболел, я бы не поменялся, потому что той жизнью, которой я жил тогда, до 15-го года, это не то, что... Как сейчас. Сейчас у меня намного все лучше, чем относительно. Тогда именно из-за образа жизни. А он бы не поменялся, если бы я сильно не заболел. Такой толчок внешний. Очень рад до этого. Слава богу, как бы, слава богу, что заболел. Как бы это ни звучало. И не дошло до резекции. Да. И до онкологии, до чего-то такого. Тут, кстати, так интересно, вот вопрос нулевой от человека. Что по фарме? Что по фарме? Ну, мы уже ответили, в принципе, да. Я просто... Я применил маслазины, когда было обострение, и игрался вот с этими всеми каротинами и прочими глютаминами. Вот сейчас у меня я закончил витамин Е курс небольшой и поддерживающий витамин D. У нас на северо-западе просто солнце нет. Вот, а так, в принципе, все. Ну и пищевые бактерии курсами. Топ-10 продуктов, которые точно не присутствуют в рационе, ни при каких условиях. Есть ли такое? Наверное, нет. Наверное, нет. Но на грубую клетчатку у меня отклик идет мгновенный, поэтому я ее действительно не ем. Это номер один вообще. Магазинная молочка номер два. Ну, это 300%. Магазинная курица 300%. Я ее не ем. Вообще, я питаюсь рынком. Честно говоря. У меня нет своего хозяйства, но я питаюсь рынком. Потому что... Ну, это правильно. Это и дешевле получается. Ну, по меньшей мере, так же, но такая история. То есть, магазинная молочка однозначно. Орехи никому не... Ну, не знаю. Они вкусные, но как бы нет. Просто я любые, как уже есть в любых количествах, попробовал. От них толку нет. Мне от них плохо. Это четвертый пункт, который я убрал бы. Магазинные сладости вообще убрать. Вот реально. Шоколадки всякие. Ну, конфеты, халвы. Я вообще молчу. Ну, то есть... Ну, понятно, что... Крепкий алкоголь ни в коем случае. Это даже здорово мне надо. Соответственно, ты, скорее всего, обращаешь внимание на ешки всякие. Если ты, в принципе, с рынка питаешься. Ну, как бы я на них обращаю поскольку постольку, потому что я тоже тут, если упарываться, например, то очень во многих препаратах, даже которые тебе нужны, там те же сопутствующие препараты ешки есть, в общем-то. И у того же Никиты Харлова есть отличные материалы, где это все расписывается. Если посмотреть, допустим, на магазинную мавочку, там это вся таблица Меделеева есть. И она, это прям печать для кишечника. Но, скажем так, если в фарму брать, то есть тут опять же вопрос меры. То есть вне эти ешки есть, которые к Сантановой Камеди, там всякие... Ексистита на всякие. К гумибараки, да. Но да, они есть. Я как бы в целом про это знаю и упарывался. Это же какие-то лекарства выкинул. Но в лекарствах я их не пью, поэтому я не сильно не обращаю. Ну и так как я питаюсь с рынка, то... Понятно, да. Есть ли единомышленники, разделяющие стиль жизни и питания, но без диагноза в языках? Мало. Люди, кто по-настоящему не заболел, тебя не слушают. Они... Вот просто ко мне обратился коллега, в общем, нормальный человек, он мне нравится. Просто, ну, есть симпатия между людьми, хорошая. Он говорит, я набрал вес, никогда у меня не было. У меня вот плюс 10 килограмм. Я говорю, делай то-то, то-то. Прошло два месяца. Я говорю, ну как у тебя? Ну вот, надо же все заставить. То есть он ничего не сделал. Вот. Хотя ему просто надо было сделать то, что ему сказали. Все. У него через два месяца уже все пошло бы другим путем. Вот. Он не сделал. Поэтому, отвечая на вопрос, может быть, один-два человека, которые прямо вот мою жизнь знают от и до. Они делают. Но даже им трудно. То есть вот удивительный парадокс, что пока действительно сильно не заболеешь, люди ничего не делают. Они кивают головой и продолжают жить, как жили. Ответа нет. Ну, мало. Баранина по-прежнему the best, топ. Ну, так как мы про сбалансированное питание, но баранина мне очень нравится. У меня сегодня расстройство случилось. Я съел суп недомашний. Он был, написано, что баранина, но это было не... Там не было баранта. Был овощной суп. Я расстроился. Так, ну, про симптомы мы уже поговорили, в принципе, от момента исцеления, да? Про околоноскопию тоже сказали. А ты действительно употребляешь вино и сейчас? Нет. Я... У меня недавно только реабилитация была. И более того... Это, кстати, один из философских выводов, что... Скажешь так, просто вино и никотин, вообще алкоголь и никотин, это очень такие вещи серьезные в нашем социуме. И они, по моим наблюдениям, вот с никотином я три года работал. С 28... Ну, где-то с 30 по 33 года. Вот. То есть я 15-летний курильщик, вообще-то говоря, и кальяна, и так далее. То есть я работал, все, у меня это ушло осознанно, мне легко с этим. С алкоголем я большую часть убрал тоже. Но он просто намного больше нам в голову вбит. И, кстати, вот один из выводов, я забыл про них сказать, что намного более ценно, что ты живешь здоровым, а не то, что ты пьешь вино. В нем разбираясь, смакуя и так далее. Поэтому я от него не отказываюсь, но мне более близко быть здоровым, нежели чем получать радость от вина. На регулярной основе. Хороший вопрос мне понравился. Так, про колоноскопию мы сказали, уже про вино так. Удалось ли переманить хоть одного вегана в наши ряды? Кстати, интересно, у меня есть знакомые, которые, они, наверное, все узнают, просто таких людей мало. Ну, ладно, я скажу, но мы с ними эти беседы вели в частных беседах. Они очень, как бы, на самом деле у них проблемы со здоровьем, они такие, там, многолетние веганы. Ну, около. Но они, как бы, им стало плохо, они стали все-таки есть животную пищу. Но выглядят они плохо, у них плохое здоровье. Но они, там, как бы, считают, что у них хорошее. Моя знакомая, Медикс, увидев их, попросила, сказать, дипломатично, пусть они проверятся на гемоглобин. То есть, настолько они плохо выглядят вообще. Вот. Вот. Они, это нормальные люди, но вот они жертвы парадигмы. То есть, они уверовали в эту историю вегетарианскую, и они ей упарываются. Ну, так как у них уже здоровье совсем перестало быть, а у их, ну, ребенка вообще, как бы, серьезные проблемы. Вот. Ну, как бы, то, ну, в общем, в общем-то печаль. Вот. То есть, они плохо выглядят, и они болеют все сильнее и сильнее. Используешь ли метод волны регулярно по-прежнему? Сейчас нет. Сейчас мне это не нужно. Просто у меня нет вопросов, которые я сейчас хочу решить. Вот. Как раз удалось ли избавиться от дискомфорта в суставах? Локоть, помню, напоминал о себе. Какой максимум... Ну, ладно, вот этот вопрос пока. Я сейчас последнее... Во-первых, волну я не запускал давно. Вот. Я именно больше на кишечник сейчас применял курсы голодания. Вот. Какие-то курсы были вообще по срокам? Слушай, там, мне кажется, два или три по десять дней. Угу. Вот. И про локоть я не помню. Я просто недавно сделал лыжный сбор. До сих пор все болит. Я пока даже не понимаю, прошел у меня локоть или нет. Но он меня не беспокоит сильно. Угу. И вот, ну, вопрос как раз он был от наших подписчиков. Какой максимальный минимальный сброс веса был во время волны? Ну, это всего лишь там десять дней. Поэтому, ну, у меня же как получается, что у меня мой вес сейчас, ну, он в итоге с 22-го года ушел, как я поменял питание еще, с 78 до 73. Сейчас я вешу 74, дай бог. Ну, то есть мой вес, например, 73-74, поэтому, если мы берем волну, это дней там 5-10, но это максимум, так как я в оптимальном весе нахожусь, максимум килограмм 6-7 уходит. И сейчас, кстати, у меня сейчас была другая задача, вот, когда я сейчас прошел реабилитацию, соответственно, это восстановление. И мне надо было набирать вес. То есть у меня, допустим, у близкого родственника была задача, наоборот, забавлять вес, а у меня его набирать. Набирать вес, слушай, так сложно оказывается. Ну, нет, скажешь так, не быстро. Он так же не быстро набирается, как и сбрасывается, ну, по моим наблюдениям. То есть мне было трудно набрать вес, хотя бы там даже тот же килограмм, ну, не идет и все. Это что ж такое. Хотя ем там и углеводы медленные, вообще все подряд. А в целом, Алексей, как вот сейчас строится твой день по питанию, допустим? Может быть, типичный день в среднем? Да, наверное, что, с утра добавки какие-то, если я их пью. Вот, витаминчики, разгоняю кишечник, вот. Яичница, могу поесть, могу поесть какой-нибудь молочки, типа там сметаны, творога, естественно, все органично, органическое. Вот, могу не поесть, вот. Но точно, ну, бульонов я немало ем, холодцов стараюсь есть. Но, в главном принципе, я ем по голоду все-таки. То есть у меня нет такого, что я упарывался об этом трехразовом, двухразовом. Ем по самочувствию, по возможностям. Ну, допустим, сейчас недавно, ну, у меня был сбор лыжный, я много ел. У меня было там двухразовое питание, так я могу один раз поесть. То есть я ем немного, вот, ел много, чтобы набрать вес. Ну, отлично. Нет правил. Так, знаешь, что я хотел бы, наверное, прокомментировать в целом, вот, нашу беседу, да, сегодняшнюю. И вывод, может быть, сделать для наших зрителей, может быть, как-то тебе тоже такую дать некоторую обратную связь. Кто-то посмотрит просто и скажет, блин, Алексей сказал, что он вообще вот все, там никаких симптомов не будет и так далее. Тут просто что-то там появилось. Но мы это уже сказали, в принципе, что про гарантии, я еще раз напомню, гарантии, наш организм, динамическая система, да, все это понятно. И чтобы у вас не было такого, что, блин, а зачем я там это делаю? И что, все это может вернуться? Да, да, может. Мы это сказали, что, в принципе, человек может заново вообще заболеть чем угодно вообще, по факту. Другой вопрос, что все равно нужно, на мой взгляд, в себе держать вот эту идею, этот образ здорового себя, да, здорового себя, который выздоровел, который живет полноценной жизнью. Я считаю, что, наверное, Алексей считает свою жизнь полноценной. Ну, наверное. Даже еще лучше ты сказал же, правильно? Ну, не знаю, я вот, я говорю, у меня недавно был лыжный сбор, я откатался две недели, сейчас еду тоже отдыхать. У меня все хорошо. Все хорошо. И я говорю, и про питание Алексей сказал, что не нужно там быть фанатиком питания, опять же. Вот, я помню, знаешь, как ты скидывал фото, как раз вот кофе, там какой-то батончик был, помнишь? То есть такие тоже какие-то могут где-то там промелькнуть, скажем, компоненты в питании. Алексей говорит, кофе он может пойти попить. То есть вообще все замечательно, на мой взгляд. Баклажаны вы меня не заставите есть? И орехи не нужны, правильно? Ну, у меня от них просто плохо было. Да. Я хочу привести еще раз, в очередной раз, историю Дикуля. Ты же знаком с ней? Ну, просто может быть именно, но я интервью-то твои все, ну... Нет, нет, Валентин Дикуль наш циркач. Я про Власова читал. Про Власова. Читал книгу его, да? Ну, ты мне дал ссылку, я ее открывал, там, я внимательно ее не читал, но я знаю, что она есть, что... Я понимал, что происходит, что он делал, а про Дикуля я не читал, просто я не знаю. Ну, про Дикуля вот скажу для тебя и для всех тоже. Человек был воздушным гимнастом в цирке. Упал, сломал спину. Понятно, что там такой был перелом, что, ну, вообще без шансов совершенно, да, что, как ты говоришь, 300%, там, наверное, 500 было. Человек начал вот как тоже по подобию Алексея сам изучать, не просто там послушал профессора, да, и так далее. Начал изучать, изучил медицину очень глубоко достаточно. Физиологию, биомеханику, все вот это. Он себе сделал уже впоследствии там специальные такие тренажеры, скажем, рычажного типа, по типу того, что он рукой там двигает, допустим, вот так, поднимает там веревку, веревку дергает, там, нога у него поднимается. То есть он тоже подошел вот так вот комплексно к своему здоровью. Он, знаешь, как делал, он представлял, что вот он рукой дергает, а что нога у него как бы поднимается. То есть он простраивал новые вообще нейронные дорожки, скажем так. Вот так вот, хотя медицина же это вообще, я говорю, отрицает, да, по сути, что невозможно, как бы, ну, невозможно. Но смотри, в чем интерес, в том, что то ли 7, то ли 9 лет это нужно будет посмотреть. Он себя вот восстанавливал, представляешь? Слушай, я припоминаю, это известный человек, что-то типа Бубновского, ну, в клинике, и Дикуль, я вспомнил. Вот, то есть срок какой, 7 или 9 лет человек себя восстанавливал. По-моему, только до уровня того, чтобы он мог ходить, если опять же не путаю. И впоследствии он уже вернулся в цирк тоже, но не в качестве воздушного гимнаста, а силового жонглера. Это потрясающе. Да, гири там, вот эти все, шары вот эти тяжеленные, да, там, штанги и так далее. То есть о чем это? Вот Бубновский, да, и много таких людей. Их в абсолюте мало, конечно, вернее, в абсолюте их много, наоборот, а в процентном соотношении их там вообще, да, там будет, наверное, меньше процента будет. То есть люди в основном согласятся с тем, что, ну, заболел, заболел, типа, случайно, да, как им сказали. Случайно заболел откуда-то, пришло тут, карма, наверное, не такая. Вот. И это вот, Алексей, для тебя, к слову, про то, что ты сам это отмечаешь. Много было времени, когда ты принимал препараты. Сами препараты, та же биология, она и на печень твою била по печени, да, соответственно. И то время, которое прошло сейчас, оно было не идеально, правильно? Вот мы с тобой сказали, 21-й год получается. Ну, буквально тут 21-й год. Мы в 22-м году вообще записали первое интервью. Как бы два года вроде бы много было событий там как будто бы для меня лично. Ну, а с другой стороны, два года это вообще вот совсем немножко. Ну да. Вообще вот так, в масштабах того времени, сколько ты, вот, курил, ты говоришь, да, допустим, длительное время, там, были другие какие-то вопросы. Ты за это заплатишь впоследствии тоже. Да, то есть срок, он, когда человек приходит к какому-то состоянию, он большой, чаще всего большой, а выйти из него мы хотим побыстрее. Ну, желательно уже через пару дней, через таблетку. Я к тому, что и на этом твоем пути были некоторые ошибки сделаны. Ты сейчас вот, у тебя обыграет, все равно происходит так каждый раз. И не списывать, я так скажу тебе, знаешь, свое слабое место, как ты сказал, да, кишечник, все равно, работая вот в этом направлении, ты можешь делать его, ну, достаточно крепким, я считаю. Безусловно. Я вот желаю тебе максимально искренне, чтобы ты в этом убедился. То есть мы с тобой сейчас тоже пишем историю такую, ты свою историю пишешь каждый день, да, и, может быть, спустя время тебе еще немножко поменяются взгляды и скажешь, блин, классно? Вполне, я этого совершенно не исключаю. Я не говорю, что там нужно будет как... Заболеть вчера? Нет-нет-нет, как декультом потом гвозди типа съедать, сказать, вот я могу гвозди переварить, ну, вот что-то в эту сторону я попытаюсь уклонить, ты же понимаешь, да? Вот, это про веру, про видение себя в будущем здоровым человеком все-таки. Позитивный настрой должен быть. Ну да, ну хорошо, но у тебя есть альтернатива быть в формальной медицине, но там просто у тебя другой путь, другая сходимость будет. Да, да, то есть вот так. И, скорее всего, более унылая, более печальная, более дорогая, кстати, намного. Да, и не нужно воспринимать вот какие-то там обострения, ухудшения состояния. Это очень большой урок, я считаю, от Алексея сегодня, что вот он воспринял это с благодарностью. Вывод, вывод, благодарность, новые действия, новая парадигма, новые результаты, новое состояние здоровья, соответственно. Да, еще и вживую встретился с Романом. Да, это все замечательно. В целом, кстати, вот, Алексей, как ты себя уже под конец нашего интервью ощущаешь, я хочу от себя сказать, что мы, кстати, даже не сказали вначале, что записываем интервью из Санкт-Петербурга, студия, студия «Хайрест», отличная студия, на мой взгляд. Да, нас замечательно встретили. Очень уютно, атмосферно и качество на высшем уровне. Поэтому всем рекомендуем, кто в нашей сфере двигается. Какие-то комментарии, может быть, тоже? Просто по состоянию твой, как ты себя ощущаешь? Ну, во-первых, то, что мы делаем, это хорошо в целом, для здоровья людей. А во-вторых, просто я никогда вообще в такой студии не сидел. И вживую общаться это совершенно другое. Поэтому мне комфортно, мне все очень понравилось. А какие-то Алексей, еще у нас будет там подарочек. Ну, хотелось бы от тебя услышать. Почти каждый раз, да, все равно пожелание героя обязательно важно. И каждый раз оно, наверное, будет немножко другим. Возможно. Да, для людей, которые... Кстати, в последнее время много людей начинают заболевать. К сожалению. Ну, рынок фармы должен в 2,5-3 раза увеличиться. Ну, вот. По открытым данным. Те, кто, наверное, скорее... Это вообще для всех. То есть, я говорю, для героев, которые прям тебя смотрели все интервью, знают про локоть, что была проблема с локтем. Ну, для тех людей, которые впервые вообще тебя увидели через это интервью, что бы ты пожелал? Может быть, ты хотел разделить там для людей, которые только столкнулись? Ребята, вот. Вам такое пожелание. Для тех, кто меня знает, вот такое. То есть, на твой... Эх, если бы были такие ребята в 15-м году у меня. Ладно, это риторика. Ну, те, кому плохо и кто заболел, ни в коем случае не отчаиваться. Есть способы. Они уже проверены. Просто не опускать руки, и вы исцелитесь. Это однозначно. Ну, а для тех, кто уже все понял, просто радуйтесь жизни. Наверное, вот так. И не совершайте моих ошибок, про которые она рассказывала уже. Вот. Наверное, это мои пожелания. Очень, я считаю, кратко и прям максимально по делу. Отлично. У меня... Мы не будем делать некоторые анонсы. Заранее не люблю делать анонсы. Но почему я не привез мед с Алтая, это вот ты, наверное, понимаешь уже почему. Ну, наверное... Да. Ты немножко предполагаешь, да? Я мог бы привезти мед, там, допустим, там, какую-нибудь пергу, там, алтайские продукты. Но думаю, что мы оставим, как бы, это, скажем так, на будущее. На будущее, да. На будущее, да. Есть, будет повод. Вот, а какие от меня, тебе, Алексей, подарочки-то, так называемые? Ну, будем начинать с мало, с такого вот. А что, это магнитик? Да, это такой вот. Это я повешу. У меня есть место для магнитика, его повешу. На холодильник не повешу, но у меня есть другое место. Можем, кстати, так в камеру показать, как он виден, да. Так, потом. Наверное, ты ожидал, да, футболку? Футболку ожидал, да. Футболку ожидал, это было бы удивительно. Ой, цвет синий мой любимый, я думал, черный будет. Это синий же, да? Супер, вот. Ну, как ты угадал про синий цвет? Я ли, у меня самый любимый цвет? Спасибо большое. Это... Хлопок? Огонь, спасибо. Лучше достать или как? Ну, можно достать, посмотреть. Размер вроде бы я у тебя уточнял, да? Элька, да. Это не обманут, настоящая хлопковая майка. Сайт нет в ЗК. Да, кстати, действительно здесь, потому что я не просто так сказал про 15-й год, потому что... Здесь, в смысле, кишечник, да, здорово начинается, Миша? Да, вот я просто, ну, недавно про Романа рассказывал там своим знакомым, но история такая, что, ну, я не так много людей знаю, кто реально занимается исцелением нашей братьи. Ну, наверное, такие люди есть, но их немного. И еще есть у меня такое. Не знаю, как ты... Еще? Да. Вот это, к слову, про работу тоже, наверное, с психикой больше, с собой. Просто даже, не знаю, с точки зрения интереса. Я думаю, такой подарок был бы хороший. С гвоздями работал ты, нет, когда-нибудь? У меня есть аппликатор Лепко. А, ну, это, знаешь, это такой прям базовый аппликатор. Это слабенькая штучка, это уже вот так будет чуть-чуть посерьезней. Ничего себе, а что такое? Такие хорошие премиальные гвозди, можно сказать, тоже. Втыкается на все длину. Роман Шерешов. Ну, тоже. Что это такое вообще? Медные гвоздики. А что на них стоять? Слушай, рукам приятно. А на них можно стоять? Я, к слову, я не знаю, по-моему, про это не рассказывал, еще являюсь инструктором по гвозистоянию. Слушай, ну ты меня научишь на Алтай, я приеду когда? Сто процентов. Погоди, ну вот, ты вообще... На них стоят вообще, да. А ты можешь стоять? Да. Слушай, ну это супер, мне кажется. Это обалденный подарок. Не, очень неожиданно, я научусь. Вот Лепко мне очень нравится, я его давно не применял. Вот, но это вообще что-то такое. Опа. Тоже можно их показать, как они именно... Так, это мой любимый... Волк, кто вот... Это мой волк. Тоже уточнил, да, у тебя же заранее, чтобы... Мне почему-то ты удивился. Волка захотелось. Ты удивился, но мне понравился волк. Нет, я не удивился, я просто что уточнил, что волк это или нет. Там много было картинок, и волк обведен вот так. Волк понравился. Так, вот так картинка. Это фирма. Ты сам их делаешь? Не-не-не, это мой заказ, конечно, все. Просто что с символикой, да. Спасибо большое. Слушай, ну у меня нет тебе больших подарков, я тебе маленький сувенир просто подарю. Я рад любому подарку вообще. Я вообще, честно говоря, не думал про подарок, но я понял, что надо что-то подарить. У меня есть такой сувенир, вот это такая штучка, которая может быть как поставка, а может как веселька из города Псков. Вообще твой, Алексей, твой подарок, это твой опыт, это твоя, вот мы сказали, честность, да, это твое здоровье. Это, когда мы это рассказываем, это людям как раз, как это все есть, и даем инструменты им, это же вообще замечательно. Да. А сувениры вот такие, это для меня, у меня в принципе вот такое все есть. А сувениры это прям отлично, благодарю. Оп, на здоровье. Так, что, друзья, я хотел бы сказать, хотел бы сказать, наверное, практически то же самое, что Алексей. Нужно двигаться к выздоровлению, знать, что диагноз в языке это не какое-то проклятие, это даже в какой-то степени, как Алексей сказал, что он рад, что так случилось с ним, что не получилось бы по-другому стать лучшей версией себя, да, так скажем. Поэтому именно даже, скажем, не лечитесь, а выздоравливайте, потому что лечиться можно всю жизнь. И живите правильно. Да, живите правильно, радуйтесь жизни, настоящим моментом, и все, все будет отлично. Поэтому всем, всем счастливо и до новых встреч. Благодарим. Благодарим. Благодарим.